Здравствуйте, туристы и милитаристы! Пока Байкал ехал ко мне, ленивый обзорщик не сделал на него обзор. На самом деле нож вы этот видели уже на многих ютюберных ресурсах. Ну и так как ни один из этих обзоров я не смотрел, мне поэтому будет совершенно легко сейчас сделать обзор. Потому что, во-первых, я не буду себя ловить на мысли о том, что я там кого-то плагиачу, во-первых. А во-вторых, ничьё мнение не повлияет на моё собственное. Итак, на самом деле это рекордсмен, это посылка, которая шла дольше всего из всех, которые когда-либо ко мне на живые посылки шли. Но виной тому нынешняя непростая обстановка. Нож Байкал Кизляр Суприм, дизайн концерн Калашников, длина 245 мм, длина клинка 120 мм, ширина клинка 29 мм, толщина по обуху 3,6 мм, молодцы. Обработка Таквош, вообще молодцы. Потому что Таквош мне, кстати говоря, очень нравится. Чтобы поймать какое-либо освещение. Мне сегодня опять беда. Чем ярче солнце, тем больше мне приходится колхозить какие-то здесь всякие разные приспособления для того, чтобы более-менее какой-то ровный свет сделать. Вес 192 грамма. Сталька здесь К340. 63 единицы по шкале Роквелла. Ребята, 63 единицы. Для чего вы этот нож вообще делаете? То есть, сразу же. Ну, об этом ладно. Если не забуду, об этом потом. Рукоять здесь G10. Очень прикольная рукоять. Рукоять нравится. На самом деле, вот это вот все. Все вот это вот. И то, что вы вот сейчас видите. То, что здесь темненькое, а здесь пыльное. Это на самом деле не результат освещения. А это реально так вот оно и пришло. Скорее всего, потому что вот эта часть у нас спрятана в ножны. А мы сейчас сразу проверим. Смотри-ка. Следствие ведут знатоки. Вот вам, пожалуйста. Получается, что ножны натерхали сюда немножко пыльки. Вот. Монтаж ясно-понятно. Фуллтанк. Ножны у нас. Вариации или кожи, или пластик. Об этом обязательно подробно. Буквально пару минут позже. И на сайте kizliarextreme.ru Цена на этот нож. 5395 рублей. На самом деле, если здесь стоит Кат 340 на 63 единицы по шкале Роквелла. Довольно прикольный вариант по цене получается. И, конечно же, со скидкой. Внимание, скидка выглядит так. Промокод. Большими буквами ARCHODYR, черточка 7. Kizliarextreme на всю свою продукцию, на весь свой ассортимент дает скидку 7%. Все-таки этот нож еще, даже вот в тот момент, когда он только-только появился, он вызывал такие немалые вопросы, немалые споры, долы. Почему именно так, почему именно вот такие вот, вот так выполнена рукоять. Откуда такой дизайн. И я думаю, что лучше всех нам на этот вопрос, конечно же, я сейчас немножко схалявлю, потому что мне не нужно будет вам ничего рассказывать. Потому что вам на этот вопрос ответит Виктор Александрович Агре. Нож «Байкал» был создан по проекту концерна «Калашников». То есть, в принципе, это их дизайн, это их проект, и наши мощности их пользуются для производства. Соответственно, на Байкале стоят именно все логотипы концерна «Калашников», защищенные патентом и так далее. Обратились они к нам, потому что знают историю нашего сотрудничества с оборонкой. Что-то их устроило и наши объемы, и уровень качества, и уровень стандартизации. Поэтому обратились именно к нам. Ножи изначально планировались в рамках их дощельной компании «Байкал». То есть для них это, естественно, сопутка, если мы говорим по отношению к гнестрельному оружию. И ножи были созданы их дизайнерами с упором на те черты, которые характерны для «Калашникова». Это их насечка на рукоятке ружейная, которая перешла на нож. Это на ряде ножей вот эти отверстия, которые указывают на вентилирующую планку с их ружей. И, соответственно, нож выпускается в формате, первое, это дизайнерский, с отверстиями в доле. Второй вариант сейчас уже тоже выпущен. Это без отверстий, просто дол. Это более прикладной, охотничий нож. В принципе, вот эту линейку «Байкал» рассматривают как охотничьи ножи. Значит, еще, кроме вот этих ножей, будет еще «Малыш Байкал» с цельнократоновой рукояткой. И сейчас мы ведем работу над складным ножом. Скорее всего, это будет какой-то полуавтоматический нож, кнопочный. По сталям К340 и Д2. Сначала мы планировали, что К340 это будет чистая лимитка. Но ребята из «Байкала» попросили, чтобы мы это ввели как один из вариантов серийных. Соответственно, есть дерево, есть несколько вариантов G10, Д2 или К340 на рукоятке. Изначально «Байкал» был согласован с кожаными ножнами, но сейчас мы делаем и «Кайдекс» тоже, чтобы были все варианты по комбинациям. Вот если коротко, то это так. Начало проекта было в 2019 году, соответственно, с 2019 года мы производим. Спасибо, Виктор Александрович. На самом деле, очень познавательно, добавить здесь нечего. И могу сказать сразу же, вот по поводу рукояти. Очень классная рукоять. Молодцы. Калашниковцы, рукоять мне очень нравится. То есть я действительно, вот когда смотришь на этот нож, первый момент, когда я первый раз посмотрел, подумал, блин, что они здесь нагромоздили. И вот эти вот отверстия, и поднятое фальшлезвие, вот этот вот упор под палец. И тем более, такая действительно смахивающая на рукоять от огнестрела рукоять и прочее, и прочее, и прочее. Пока не взял в руки. На самом деле, нож очень прикольный получился. Рукоять действительно бомбическая, удобная. Я могу сказать, что если именно говорить в рамках Суприма, то, наверное, после серии штурма, после их тактической рукояти, это, скорее всего, самое удобное. Я прям жду не дождусь возможности. То есть, несмотря на вот эти вот выходы, на вот эту вот, скажем, Т-образность, то есть здесь действительно, я надеюсь, что вы видите, вот этот вот выход, вот такой вот, грань довольно такая, она ощутимая. Все равно, действительно, есть что-то общее с огнестрелом, потому что действительно берешь, вот сжимаешь в руку, и очень-очень ловко получилось рукоять. Ну, поехали. С чего бы начать, как говорится, не без критики. Не без критики у меня первый вопрос. Если нож позиционируется как охотничий, я, например, в нем вижу очень прикольный походный ножик. Что в нем самое главное прикольно? Помимо того, что это классический клинок, классическая у нас, как говорится, плейновая режущая кромка, довольно высокие спуски, высота которых была, с одной стороны, украдена вот этим вот красивым долом, но с другой стороны компенсируется то, что всего 3,6 в обухе, то есть здесь нет перекаченности. Если бы он был 5 мм, например, в обухе, то эти спуски я бы уже заявил как низкие для того, чтобы нормально резать. Здесь, с учетом того, что у нас общая ширина клинка 29 мм, у нас где-то плюс-минус 2 см остается на спуске при 3,6 мм по обуху, нормальдос. Самое то, нахрена колить на 63 единицы для леса? То есть это именно не для того, чтобы там филигранно сидеть и, глядя на луну в своем каменном саду, папирус шинковать на лапшу, а именно где-то в походных там условиях и так далее, и так далее. То есть я могу сказать так, вот мы сделаем кухонный тест, руки дойдут, сейчас у меня на кухню такая нихреновая очередь организовалась, а может быть я даже с Виктором свяжусь и кухня, так хрен-то с ней с кухней, он в любом случае порежет. Он порежет не так, как кухонник, но совершенно достойно. Это видно, потому что здесь, ну почему бы и нет, здесь совершенно все нормально. Ну я просто мечтаю его загнать на, как же она, на оливку из Израиля, на норвежский дуб, потом на израильский дуб и потом на самшит. Просто вот самое что ни на есть грубое строгание, и я, поверьте, найду на каждом из этих полешек по сучку, просто чтобы срезать сучок. Потому что если да, если этот клинок, если этот нож, скажем так, у меня нормально строганет тот же самый израильский дуб и пройдется там пару раз по сучку, и кромка выживет, тогда у меня вопросов не будет. Но с другой стороны 63 единицы, вот я, например, ну я даже не знаю там как и чем его править. У меня, если мне не изменяет память, ну ладно, не важно, совершенно не важно. По ножнам. Ножны здесь, если с точки зрения именно походного какого-то обычного поюза, у меня к ним никаких нет претензий совершенно, то есть это абсолютно нормальные дагестанские черные ножны. Причем самое смешное, что как бы не бушевала война между Супримом и ОООПП, о которой я рассказывал совсем недавно здесь в ролике, думаю большинство из вас смотрели. На самом деле совершенно очевидным факт является то, что ножны они берут в одну мастерскую, потому что здесь абсолютно тут все, можно как угодно меня переубеждать, но здесь все указывает на то, что это именно один производитель в Дагестане ножен. Почему? Потому что заклепки такие же, совершенно нормальная, ровная строчка, самое главное, кожа та же самая. По ощущениям, я таких ножен еще со времен Колымы Первой видал-перевидал, ребят. То есть здесь у нас фиксированная петля вертикального подвеса, свободная петля вертикального подвеса, и реально эти ножны, они очень юзабельны где-то в лесу, их удобно носить, они действительно прикольные. Но, как только эти ножны были представлены, я прям даже помню, что Виктор Александрович на меня подобиделся и прям так побухтел. Почему? Потому что я просто категорически чуть ли там не завопил на тему того, что настолько они сделали техно-нож, что тяжело представить себе более техно-нож. Здесь все, здесь именно насечка, вот это вот рельеф рукояти, то, как идет клинок, долы, отверстие в долах и прочее, и прочее. Блин, ножны это просто чтобы носить. Но если ножны мы воспринимаем как именно часть комплекса нож плюс ножны, то здесь по-любому должен быть кайдекс. Я уверен, да что я уверен, я знаю, потому что мы это очень жарко обсуждали в болталке, и Виктор в болталке тоже присутствует. В основном незримо, но время от времени, когда мы начинаем комментировать Суприм, он сразу опа, и буквально там через секунду дает ответственность. Это на самом деле очень смешно выглядит. А так никакого общения нет. Но как только что-то там, я помню, когда появилась эта фотография, то большинство народов болталки в клубе Архадыр набухло на тему именно ножен. Потому что они, безусловно, практичны. Они, безусловно, есть. Опять же, нож у нас достаточно не совсем он легкий такой, средний, но держится. Чтобы его вытряхнуть, это нужно очень-очень долго скакать на руках вниз головой. Тогда, наверное, получится. То есть, в этом плане, с точки зрения поюза, к этим черным кожаным ноженам претензий нет. С точки зрения именно эстетики, безусловно, да. Этому ножу обязательно нужен Кайликс. И обязательно именно так, чтобы это все сочеталось и все это было красиво. Рукоять. Как я уже сказал, у нас здесь совершенно удобный диагональный хват. Реально, на самом деле, рукоять удобная. На вид она кажется такой квадратной. Такой квадрактиш-практиш-гут. То есть, действительно, она кажется такой не... Как сказать? Не очень такой пукко. Не очень такой ласковый к рукам. По факту. Вот, я беру диагональным хватом. Если вы хотите делать какие-то вот эти вот ваши там разные охотничьи движения, вот у нас перенесен сюда кусок обуха. Сюда, кстати говоря, можно напилить самому насечку. А кому не надо, то пускай так гладким и останется. И подъем вот такой вот у нас идет на фальш-лезвие. На самом деле, клинок прикольный. Нож прикольный. Сделали молодцы. Красиво. Здесь вот, ну, я бы себе, наверное, все-таки поднапилил насечку небольшую. Даже вот отсюда, начиная меленькую, но злую. Для того, чтобы она подтормаживала большой палец. Диагональный хват в целом, если как мы берем, совершенно нормальный. И он за счет комплекса. То, что здесь очень-очень злая, действительно, такая оружейная насечка. Пускай небольшой, но все-таки есть подпальцевый упор. Брюшко тоже помогает. И вот здесь вот очень интересно. Вот в эту вот линию попадают у меня два пальца. В общем и целом, несмотря на то, что здесь нет какого-то ярко выраженного упора. Иначе, конечно же, нож был бы холодным. Диагональный хват хороший. Про прямой молоточный я вам уже говорил. Действительно, здесь есть совершенно нормальный потенциал для хорошего, вдумчивого, такого и грубого, и легкого лайтового строгания. Действительно, здесь, на самом деле, рукоять удалась. Почему бы и нет. Ну и мы видим, что хвостовик у нас вылезает таким горбом. Ну, как я называю, это стеклоеб для долбобоев. И отверстие для темлячка присутствует. Почему бы и нет. Буквально здесь какой-то оранжевый маячок подвесить, чтобы нож где-то не профукать в траве. Дальше. Вот вам и причина для кухонного теста. Я хотел сразу же погнать его на улицу, но не получится. Почему? Потому что хочется посмотреть. Но набивается грязь в эти отверстия или нет. Мне эти отверстия нравятся внешне. Я уверен, что при каком-то поюзе от них хуже не будет. Эти отверстия на доле, они в общем и целом добавляют ножу индивидуальности. Вместе с рукоятью, вместе с вот этим вот фальш-лезвием. Вот со всеми вот этими вот моментами. Реально, реально, на самом деле нож. Вот я говорю, сейчас очень трудно кого-то удивить сталью. Сейчас очень трудно кого-то удивить эргономикой. Почему? Потому что если вы берете... Что такое эргономичная рукоять? Вы покупаете любую финку, финскую, вот вам эргономичная рукоять. То есть здесь как бы тяжело придумывать велосипед. А хочется. И в данном случае я нож очень хвалю за самобытность. То есть этот нож, если ты его посмотришь, ты его ни с какой ланью, ни с каким лосем, ну там из Нижегородской губернии не спутаешь. По-любому. То есть этот нож в принципе невозможно пока что ни с каким другим спутать. Он абсолютно индивидуален. Это здорово. По нашим временам, с учетом того, как вообще ножевая индустрия развивается, очень важно быть не похожим на других. Этот нож не похож. Поэтому если сделать здесь долы без отверстий, это может быть будет более практично. И он хуже не станет, но он на мой взгляд станет менее красивым. Здесь на самом деле дизайнеры молодцы. Они постарались, получилось классно. Так Вошь это очень неплохая супремовская придумка. Он мне нравится гораздо больше, чем Стоун Вошь обычный. Действительно в этом плане молодцы. То, что Байкал это имя дочки понятно и шрифт это тоже понятен. Но блин, я представляю, ребят, как сильно вы проигрываете в этом плане маркетингово. Но я попытаюсь объяснить, чтобы опять же это не прозвучало как критика. Потому что это на самом деле не критика. Это именно я высказываю свое мнение. Понимаете, посмотрите, как мощно здесь выглядит. Калашников, логотип, Made in Russia. Блин, надо эту надпись в 7 раз больше делать и вот тогда продавать за рубеж. Почему? Потому что, во-первых, Суприм за рубежом известен. Стенд Калашникова на любой крупной выставке имеется. И так далее, и так далее. То есть, по большому счету, этот нож именно за счет привязки, понимаете, это первый в истории ножеделия случай, когда вы имеете полное право поставить фамилию Калашников на клинок. То есть, тот же самый уважаемый, глубоко уважаемый мною товарищ Лин Томпсон, он когда делал свои ножи АК, по сути, он просто, ну, он так и решил. Вот и все, не более того. То есть, там не было никаких договоренностей, ничего. И если мне, опять же, не изменяет память, по большому счету, несмотря на привязку к автомату Калашникова, ну, к аббревиатуре АК тяжело докопаться. С какими бы то ни было цифрами. Здесь же у вас есть возможность качать эту тему, потому что это именно Калашников, и это именно тот самый Калашников, который напрямую связан с именно тем самым Калашниковом. Понимаете? То есть, ну, здесь, на мой взгляд, если бы этот нож назывался, например, ну, хотя, хорошо, там, не АК, предположим, он бы назывался просто Калашников 1, или Калашников там, как угодно. Это гораздо бы сильнее цепляло именно буржуинов с точки зрения рекламы, с точки зрения привлечь внимание, потому что дизайн привлекает внимание, все. Ну, как бы именно основное имя Байкал, почему бы и нет? Как говорится, авторам виднее, но вот я свое мнение высказал. В том плане, что здесь чисто именно маркетингово, по-рыночному можно было бы просто такие танцы с бубном устроить вокруг название Калашников, и этот нож просто вот везде, везде, в Инстаграме, там, на Ютуб, какие-то ролики, и постоянно бомбить куда-то вот именно, в первую очередь, на зарубежный, потому что, ну, конечно же, для них это, понимаете, водка медведя Калашников, это русская экзотика, это знак качества, это какие-то действительно немыслимые там вещи, поэтому, поэтому. Ну, это я так, просто высказался. На самом деле, нож очень прикольный получился, если будет еще и складной в таком же стиле, то это будет просто бомба, это будет действительно очень классно. То есть, в этом плане, конечно, будем посмотреть. Складной мне гораздо более интересен на перспективу, чем небольшой с кротоновой рукоятью, почему? Ну, потому что, просто потому что, потому что здесь, на самом деле, рукоять сделана очень классная, и она, вот, скажем так, если взять мою не очень маленькую руку и добавить в нее, то есть, на довольно-таки немаленькую ладонь, эта рукоять, она будет совершенно комфортной. Нож получился классный, и он в жизни круче, чем на фотографиях. Ну, опять же, на прощание, то есть, да, это, безусловно, походный нож. Хотите в городе носить это подмышкой, пожалуйста. Но, если здесь посмотреть и поставить нормальный кайдекс с защелкиванием рукояти, со всеми вот этими моментами, то, конечно, это будет гораздо более круто, чем просто с кожей. Ну, опять же, все это мои личные мнения, я никому их не навязываю. Все, ребят, нож замечательный, будем тестировать, будем посмотреть и на кухне, и, конечно же, на Open Air. Все, всего доброго, спасибо за внимание, пока. Субтитры сделал DimaTorzok